Так, ну всем привет-привет, добро пожаловать. И сегодня, ну как сегодня, уже технически вчера, вышла новая операция под названием Ambulas Reborn, то есть перерожденный Ambulas. Если кто помнит, был такой тип на Плутоне, босс такой, назывался Ambulas. С него раньше падали части на Excalibur. То есть раньше мы доходили, фармили в Excalibur, босс там был такой, вообще очень вяленький, такое ощущение было, что мы пошли обычного боевого дрона завалить. И, соответственно, разрабы, как обычно, решили придумать, типа, хорошая идея, старых босса переделать. И все это вылилось в данную операцию под названием Ambulas Reborn, то бишь перерождение Ambulas, официальный перевод. Суть всей этой операции в чем? Она, кстати, идет 7 дней, начиная с 4 мая, по следующим временам американским, ну, я думаю, вы все разберетесь. То есть у вас в целом деле есть, ну, чтобы разобраться с этой дичью. У вас теперь на каждой планете, которая Корпсовская, и которая имеет какие-то либо открытые пространства, есть шанс того, что прилетит Корпсовский корабль, ну, я думаю, это будет проще показать, чем объяснять, поэтому давайте я, собственно говоря, буду все это объяснять на ходу. На любой открытой планете, например, возьмем Плутон, есть шанс того, что прилетит Корпсовский корабль, и на вас прям забомбит этими Ambulas'ами. То есть теперь это такой босс, который прямо вот будет появляться посреди миссии. И, соответственно, вам придется с ним разбираться. Давайте, скип-скип. Вот мы появились, и давайте немножко походим, чтобы враги поняли, что мы здесь. Вот. Вот, они поняли, что мы здесь, вот он, кораблик появился. Прямо сразу. И он должен бомбить, зараза. Ладно. И вот десант вышел, и вот он Ambulas. Этот протагонист, который с нами развивает, ну, или не антагонист. Это, ну, своего рода босс всего этого дела. Тот, кто должен ответить за всякие поступки. Поэтому, ладно, не будем трогать всякую мелочь. Давайте, берем все, короче. Мы вообще не парили. Все. Разобрались. Вот этот Ambulas. Теперь он выглядит вот так. Вот это машина смерти. Удача в чем? Надо нам ее убить. Ладно, я возьму Акликсы. Да, о, господи, хватит мне оттоптать. Все. Отдыхай, машина. Теперь вы ломаете Ambulas. Подходите сзади. Зламываете. И... Вуаля. Он завостражается. Видите, там... Внизу было написано. Навигационные маньяки. Что-то там. Анима. Поэтому, раз кучу побольше, я еще увеличу на видео. То есть, Ambulas теперь как бурса работает. Вы идете, валите его. Он полностью язвимый. Он делает все эти вещи. Вместо вас. И... Через какое-то время умирает. То есть, вот такой вот босяра стал. Он спаунится на таких миссиях. И теперь с него падает... Ну, как минимум, во время этого ивента. Такой ресурс, как навигационные вот эти маячки. Весь этот ивент, он рассчитан на то, что будете фармить навигационные очки. В зависимости от уровня, на какой вы пойдете на миссию. Эти маячки будут падать с одного Ambulas по-разному. То есть, я тут, наверное, вставлю, или я не знаю, вставлю, не вставлю. То есть, официальное разъяснение с форума какое? Если он был Ambulas уровней 10-го, от 5 до 10-го, только 2 дропницы. А если 41-плюс уровень, то 6 маячковых дропницы. Естественно, вы понимаете, что так как Плутон у нас самая высоковыровневая планета, корпсовская, то, соответственно, надо лететь на Плутон и фармить все это дело. Зачем нам все это фармить? Ну, варианта у нас, собственно говоря, 2, как можно распоряжаться этими маячками. Вариант первый. Видите эту шкалу огромную? Вот, тут, думаю, будет более наглядно. Вот, получите навигационных маяков, аниме от, ну и название вашего клана. В зависимости от клана, какой у вас будет клан, вам нужно будет набрать определенное количество этих маяков. Именно набрать. Не обязательно, чтобы у вас они все были. Видите, тут засчитываться будет прогресс клана. Если у вас будет, например, теневой клан, то вам надо будет набрать 400 маячков. Если будете в соло проходить эту операцию, то вам надо будет набрать вообще 200 маячков. То есть, ну, вообще ни о чем. Так что, на этот раз вступать в клан не обязательно, для того, чтобы получить какое-то оружие. По сравнению с дефектом, миролюбие. Соответственно, вы набираете максимум, вот эта навигационная маячка. У вас открывается новый этап. Видите, сверху написано. Уничтожите процессор анима. Эта миссия у вас не откроется, пока вы не наберете всем кланам, ну, или сами, вот это количество навигационных маяков, которые используют Гласт для того, чтобы найти фабрику, где вот это все дело делается. Соответственно, потом вы летите на эту миссию, и у вас открывается уже босс батл. С этим Аволосом. Твою мать ордер, затнись. И где вы теперь уже должны фармить Экскалибора. То есть, непосредственно, как выглядит будет новая битва. И, так понимаю, после операции, все вот так вот только в этом виде останется. Так что, давайте я вам сразу покажу, как это работает теперь в босс батл, чтобы никаких вопросов не возникало. Тут даются про вандал. А, пока не забыл. Еще. Для чего нужны эти навигационные маячки? Видите, там, необходимо 40, навигационный маяк анима, 200 здесь в наличии. Если вы помните, как мы должны были убивать раньше Келл Дефаум. Где он называется? На седне? Не, не на седне. На седре. Ой, еще бы вспомнить, конечно. Он на седне все-таки. Да, если вы помните. Вот тут вот у нас убийство. Келл Дефаум так же работал. Вам надо было набирать очки правосудия. И, соответственно, таким образом, открывать доступ к боссу. За каждую попытку убить босса успешную, вам давали, отбирали, вернее, 25 очков правосудия. Здесь, на Плутоне, у нас та же тема. Вы должны будете тратить 40 навигационных очков, чтобы успешно убить босса. Выбивайте, у вас бьет очки. Насколько я знаю, если вы отменяете миссию, то у вас очки не забирают. Но, все равно, это очень дорого, 40 очков. Поверьте мне. Поэтому, давайте я вам покажу, собственно, как этот босс работает в паблике. А, чуть-чуть работал. Давайте я, наверное, запишу. И, в ускоренном темпе, наверное, покажу, как что работает. Там ничего сложного нет. А, чуть-чуть работал. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ErgoGlass Сигилл Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Необычно усиленную Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Дальше Еще более странный мод Дальше Убийство Субтитры сделал DimaTorzok Дальше DimaTorzok Дальше 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 Четверть больше радиус. Ну, такой, на самом деле. Я бы больше урона запихал, но может пригодиться. Учитывая, что на основном оружии такой мот есть, чем бы я. Теперь возвращается у нас авиатор. Его бафнули. Сейчас он создаёт так, что урон во время полёта уменьшен на 40%. Раньше он работал на 20% только. То есть, если, например, зефирка, и вы летаете в воздухе, то вот резист минус 40% от урона. Опять-таки, стрёмный мод. Если вам нравится часто летать, может быть, если вы какой-то супертанк летающий, непонятный. Я в коллекцию заберу, но странный мод. На него цена недавно вскакивала чуть ли не на 350 платин. Тупо потому, что нельзя было получить. Теперь, думаю, цена упадёт, но очень странный. Мод очень странный. И самый интересный для меня мод. Самый интересный. Это самопожертвование. Ценой своей жизни страж затрачивает 4 секунды, чтобы воскресить своего хозяина со 100% счетов и здоровья. То есть, грубо говоря, вместо союзников, которые подходят на вас, эту зелёную жижу или зелёный газ бросают, вас будет воскрешать ваш же страж, но он умрёт. То есть, вот таким боком. Это будет, я думаю, это хорошо будет сочетаться с регенерацией, или генерацией прайм. Я точно не помню, как называется мод, который воскрешает стража. Но если запихать самопожертвование и вот эту регенерацию, это интересно будет комба. То есть, если вас уронили, то вас сразу же воскрешает ваш страж. Почему бы и нет? Если вдруг союзники спят побежать, или если в соло играть, это вообще вы не умрёте. Это очень интересная тема, так что советую присмотреться. Это протокол, тем более. Поэтому я бы выбрал, скорее всего, самопожертвование, если выбирать именно, из чего выбирать. И нейтрализующе справедливость, как два самых интересных мода. Остальные... Очень посредственные, очень посредственные. Мне они не очень сильно нравятся, но... Что имеем, то имеем. Такие дела. И, по сути дела, по поводу этого обновления... Вернее, этой операции, это всё. Дальше вы можете рыться по поводу этого... Этой операции, если вы соревнуетесь с кланами, хотите статуэтку. Я, скорее всего, размещу сейчас прямо информацию по поводу того, что надо сделать, чтобы получить статуэтку золотую. Я сильно в этом разбираться не стал, потому что меня это не особо волнует. Наш клан хочет получить золотую статуэтку. Ну, как бы это, разумеется, хорошее желание. Вы, по сути дела, что должны сделать? Ваш клан должен... Или вы должны набрать навигационные майки. Вы должны пойти и взять себе супру... Вандал. Он у меня на плече висит. И купить интересующие вас моды. И, как бы, всё. Вы с операцией покончили. На всё про всё у вас около 7 дней. Начиная с... Вечера четверга. Это всё дело у нас началось. Поэтому, пошли, оружку получили, пару модов купили. И, как бы, вы закончили. Если вы не хотите париться по поводу операции. Конечно, можете там париться по поводу того, чтобы получить все моды. Или попробовать с кланом взять золотую статуэтку или что-то типа того. Но больше тут делать нечего. В этой операции. Поэтому, всё в ваших руках. Главное... Не марафоньте 24 часа. Эту систему. Единственное, что я могу дать подсказочку по поводу всего этого дела. Мы так сегодня фармили на стриме. Вы можете либо пойти на какую-то конечную миссию. Как я вот ходил на зачистку, например. И так вам шанс есть того, что прийдет один корабль, может два, максимум три, не знаю. Мне говорили, человек диверсию проходил, ему три корабля полетело. С тремя амбулосами. А как вариант фармить, чтобы маячки, можно пойти на бесконечную миссию. Обязательно эти миссии должны быть в открытом пространстве. То есть, если вы пошли на миссию, например, там сюда, Ачирон, а тут корабль, то никакой корабль в корабль не прилетит, понятное дело. Вам нужно именно открытое пространство. Миссия с открытым пространством, с открытой местностью. Так что идите, например, на Outer Terminus оборона, и там каждую пятую волну есть шанс, что прилетит как минимум один корабль. Чаще всего прилетает вообще два или даже три с этими амбулосами. Поэтому вы скорее всего берете мне говорит, такой билд, как Тринька, Нова на ускорение, Фрост ради купола и Миса. Миса аннигилирует всю карту, Фрост защищает миссию, Тринька заливает всех энергии, а Нова делает вашу жизнь быстрее и интереснее. Так что стоите там, фармите все это дело, и жизнь ваша будет хороша. На синим все. Больше мне про операцию рассказать нечего. Если вам моя информация была более-менее интересной, так что, ну как-то есть, хотя бы полезно немножечко. Так что давайте, дерзайте, чтобы у вас все было хорошо. Если что, я на стриме в пятницу вечером буду опять-таки продолжать операцию фармить, потому что мне нужны мячки. Так что вот, все, такие дела. Оставляю себя за вами, если что-то не рассказал, надеюсь, для вас это будет интересным сюрпризом. Например, босс батл новый. Он довольно интересен, но все же. Там есть пара сюрпризов, но по сути дела не очень сильно интересен, но есть пара сюрпризов, которые заставят вас удивиться. На этом все, отключаюсь. Всем доброго времени суток. Идите фармить, давайте и работать. Я вижу вас на стриме. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok